Первое. Возьмите ситуацию под контролем. В период кризиса, наоборот, надо все контролировать, и так надо под контролем уже какая-то мелочь. Заморозьте все расходы, соберите информацию, решайте проблему, расстройтесь на действии. То есть, первое, что надо делать, все расходы под контролем уже. Потому что это как утечка кров соорганизацией. Все расходы вы должны знать. Все расходы должны пройти через подпись несколько ваших людей. Это финансист, это бухгалтер, это вы и так далее. Все расходы должны пройти под контролем, чтобы все целенаправленно, каждый бюджет, который выделяется, она достигла целенаправленно, чтобы этот бюджет в точку попал, она не пошла там что-то, не будет, личные ненужные расходы, чтобы не были. Особенно в период кризиса надо это делать. Все под контролем, все обдумано. Готовьтесь к действиям, нельзя ждать, нельзя там заниматься позицией жертвы. Кто занимается позицией жертвы, он теряет больше. Он намного больше теряет. Кризисы, это естественно, могут произойти, могут быть и так далее, но надо стараться. Дальше. Загляните в будущее. Вы знаете, что я написал, когда был кризис, у нас дверь офисы. Я написал, спаси себя. Команда приходит, видит и читает, спаси себя. А почему написано, спасите себя? Почему написано, спасите себя? Если команда приходит, то он переработал, что ты... Конечно. Я людям донес философию, что, ребята, единственное, что помогает нам справиться с кризисом, это наша команда с плечом. И мы в одном корабле, если компания утонет, и мы все утонем. Никому легче не будет от этого, и никому хорошо не будет. Ваша команда должна осознать, что потери компании – это тоже его потери. Ваша команда это должна признавать, осознать. Команда не должна относиться так, как будто меня это не касается. Бывает такое? Ну, ладно, ничего, меня это не касается. Вот такого, чтобы не было. Поэтому нужно, чтобы команду внесли. Правилоку поднимем, повторим за мной. Единственное, что может вам помочь пройти насквозь любой кризис – это сильная команда. Пружная команда. Знаете, откуда я это понял? В 2008 году я был в куче долгах. Видели мой фильм? Кто видел мой фильм? Фильм видели? Вон там, вы видели, через чего я прошел? Вот это 2008-2009 годах, когда через это все мне пришлось пройти. А кто мне помог? Команда. Вы можете пройти любой кризис, если у вас будет достойней хорошая команда рядом. Хорошая команда не бросает вас в трудный момент. Это правда. Хорошая команда остается с вами в трудный момент. Это здорово помогает. Поэтому, пожалуйста, а зачем надо взгляды в будущее? Чтобы показывать в один будущее, что это временно, это неудача временна, кризис временна, это все пройдет, это не вечно. Зато наши достижения вечны. Правую руку поднимаем. Повторяю. Неудобства. Потери. Боль. Ссоры. Отчаяние. Долги. Временно. Достижения вечны. Достижения вечны. Это лозунг моей жизни. Каждый раз, когда кто-то меня критиковал, где-то не получилось, где-то там, можно сказать, было тяжело, я напоминял себе. Бол, страдания, унижения, критика, ссоры, времени и неудачи – это все временно. А достижения вечны. Они действительно вечны. Они строят тебя, они создадут тебя. И ты начнешь уважать себя благодаря этих достижениях. Любое твое достижение, оно создает твою историю. Оно реально создает твою историю. А это все временно. Достижения вечны. Они классно помогают. Поэтому надо заглядывать в будущее, чтобы посмотреть, куда мы стремимся, куда мы хотим идти. Вы посмотрите, фокус, куда вы направляете, от этого зависит уровень энергичности ваше тело. От этого зависит ваш уровень энергии. Куда вы направляете фокус. Если фокус, вы направляете в будущее, энергичность ваше тело. Дальше. Смотрите. Нужно стараться предвидеть кризис. Это то, что мы с вами говорили. Надо быть готовы к нему. Надо стараться быть готовы к кризису. Надо стараться видеть, задавая вопрос много раз о макроэкономерных факторах бизнеса и личной жизни. А вы можете мне спросить, вообще, при чем личная жизнь? А я вам скажу, иногда порой в личной жизни тоже много кризиса. И ваши мозги будут отвлекаться всеми этими делами. Будут очень сильно отвлекаться всеми этими делами. А самый основной кризис, который больше всего привезет вам потери, это здоровье. Я не шучу. Все интересно в этом мире, когда есть здоровье. Если здоровье начнет колебаться в конкретной кризисе, все теряет смысл. Интерес теряешь ко всему, то, что ты делаешь. Поэтому нужно, чтобы человек осознал, что бывает и рыночный кризис. Бывают кризисы в области здоровья. Бывают кризисы в области депрессивности, духовности и так далее. Бывают кризисы в области семейные отношения и так далее, личной жизни. И когда мы говорим «кризис», мы не только подразумеваем денежный кризис, область рынка. Потому что, если происходит кризис в вашей здоровье, я думаю, тоже будут отражаться на все параметры вашей жизни. И намного сильнее отражаются. Намного сильнее. Поэтому нужно заглядывать в будущее, всегда иметь пламбель. Всегда задавать себе вопрос, что может произойти такого, чтобы вдруг, в случае чего, я был готов. Знаете, я не верю, когда кто-то говорит, что кто не рискует, шампанское не пьет. Это чушь собачья и это лозун глупых людей. Согласны? Возможно, один раз повезет вас. Вы можете красный светофор пройти быстренько, на машине. Один раз повезет вас. Ну, бывает повезло, но не вечно. Представьте, если вы пройдете красный светофор, говоря себе, кто не рискует, шампанское не пьет. Представили, да? А что произойдет с вами? На первом светофоре возможно, на втором светофоре возможно, на третьем светофоре ваша жизнь заканчивается. Согласны? То есть, раз за разом не происходит это. Это неоправданный риск. Я так называю это. Неоправданный риск. Абсолютно неоправданный риск. Поэтому не надо брать себе неоправданный риск. Ничего хорошего. Значит, заглядывайте в будущее, чтобы для себя определить, вообще, что могло действительно стать ключевой барьер моей карьеры, моей бизнеса и так далее. Как же? Создатель плана в случае непредвидения обстоятельств. Нужно иметь те планы. Это то, что мы с вами говорили. Бейт-ман, который что делает? Что-то надо делать с продуктом. Либо что-то надо делать с чем? Бизнес-модель. Бизнес-модель или? Продажа. Модель продаж. То есть у вас должен быть конкретный план B. Что-то делать либо с продукцией, либо что-то делать с бизнес-моделом, либо что-то делать с модель продажа. Какие шаги предпринимают, если дело пойдет плохо? Ну, бывает такое, что дело могут пойти плохо? Бывает. Что следует в первом шаге, а что в втором, и так далее, и так далее. Как будет переоделено? Вот вы должны все эти шаги расписать. Что ребята делаем первый шаг, это второй шаг, это третий шаг, это. В случае чего, кто должен быть задействован, он должен быть обучен. Это как пожарная сигнализация. Если пожарная сигнализация, то что делать? В школьные годы, я помню, в школьные годы, когда мы учились, был начальник военной подготовки, МВП, в средней школе. И у него был урок, иногда там пожар, иногда там чего, иногда того. И во всех школах были подвали. Бомбоубежище, да, Бомбоубежище во всех школах. Сейчас, по-моему, в школах этого нет. В Советском Союзе было такое в каждом школе многоубежище. Согласны? Вот это мы называем план Б. Вы знаете, я сейчас анализирую, начинаю подуматься. Оказывается, в СССРе были много инструментов крутые. Оказывается, японцы, после того, когда проиграли Второй мировой войны, они, оказывается, изучали СССР. Представляете? Я, когда это понял, я просто обладил. Но плюс у них только такой. Они использовали весь структуру системы, которая была в СССР, но они его взяли, добавили европейские, американские технологии. Когда они проиграли, они же были сильные императоры и так далее. Они, когда проиграли против технологии войны, то есть там, они же мечами боевали. И против нас были, наверное, что пушки, пули и так далее. Мечом же пушки не бьешь. Правильно? Но у них был очень сильный дух и так далее. Чтобы понять англичанах и так далее, чтобы понять западных людей, они начали жить, как они. Они внутри держали свою философию, но они начали одевать их костюмы, они начали жить, как они. Они начали ходить, чтобы их знат изнутри. Вы представляете, какой крутой маркетинг? Кто мне понял? Это очень крутой маркетинг. Очень крутой. Поэтому они могли сделать технологию лучше всего в мире. Поэтому у них самые лучшие технологии качественные в мире. Они убрали много от Советского Союза. Потом они убрали много духовно-восточной системы, менеджмент Запада, технология Запада. Сделать крутые вещи, которые в мире нет. Да, вовремя. Круто? Очень круто. У них очень классная система. Вернемся сюда. Вот. То есть вот это план В. У вас должно быть бомбоубежище. Кто понял? Это означает, что кризис неизбежен. Она повторяется всегда. Не поддавайтесь ложным надеждам. Не поддавайтесь чему? Ложным надеждам. Существует такая ложная надежда, что мы думаем, что такое не может произойти со мной. С кем-то другой могут случиться, но со мной не будет. Я же хороший человек. Я же хороший парень. Если вы задумаетесь, мы подсознательно, мы все думаем, что эти вещи пройдут мне мимо. Я к вам не касается. Я другой человек. Я хороший. Я умный человек. Я хороший человек. Со мной не будет такое случиться. А на самом деле, жизни любимчиков нету. Кто понял? Что нету? Любимчиков нету. Она может произойти с кем угодно. Всегда могут произойти. Мы должны это признавать. Это могут произойти. Осознавать. Не поддавайтесь ложным надеждам. Ложная надежда очень опасна. Не кормите себя ложным надеждам. Ничего хорошего нет. Не кормите себя ложным надеждам. Знаете, некоторые люди говорят, да, он удачный, или он везунчик. Слышали такие слова? А вы верите эти слова? Я вам скажу, как я верю. Чем больше вы работаете над собой, чем больше вы готовите себя и свою команду, свою компанию, тем больше вам повезет. Это правда. Везение есть. Везение существует. Но как оно существует? Когда появляется возможность, вы должны быть готовы, чтобы эту возможность использовать. Вот это и везение. Но если возможность появилась, вы не готовы. Финансы не готовы. Команда не готова. Вы не можете это использовать. Кто-то это использует, ему повезло. Блин, это не благодарность, что он такой. Он просто ему повезло. Нет, ребята. Он был готов к этому. Он готовится к этому. Поэтому ему повезло. Правую руку поднимаем. Повторим за вами. Везет тому, кто сам себя ведет. Сам себя ведет. Да. Везет тому, кто сам себя ведет. Веди себя по правильному пути. Везение будет в твоей стране. И самое интересное, что я заметил. Я заметил, что везение – это когда профессионализм совпадает с определенным шансом. Шанс. А шанс дает все лишние. Понимаете. Шанс дает кто? Всевичные. Шанс дает. Шансы повторяются. Шансы будут обязательно. Но профессионализм должен сталкиваться в одном платформе, в одном месте или в одном времени. И так далее. Дальше. Вот. Внимание. Вообще кризис – это каждый день не повторяется. Пожалуйста, внимание. Кризис – это одиночный случай. Он же каждый день не повторяется. Во-первых. Во-вторых. Вы согласны, что есть компании, которые даже когда нормальный состояние рынка, все равно у них не хватает денег. Вы согласны, что есть компании, которые даже в нормальном рынке у них море проблем? Большие остатки. Вовремя товар не доставляется. Ходовой товар не могут обеспечить. У них подошла утечка кадров. Или у них недофинансирование. И так далее. То есть, если мы посмотрим внимательно, мы начнем понимать, что кризис – это одиночный случай. Но если огромное количество компаний, которые даже вперед в стабильном рынке, они все равно страдают. Тогда получается, что проблема не в кризисе. Если ситуация повторяется, если ситуация повторяется по разным показателям, то значит проблема не в кризисе, а проблема либо в организации, либо в чем-то, либо в самом руководителе. Некомпетентность руководителя отражается неправильным организацией и отражается неправильным планированием. А отражается неправильное создание команды, а от неправильного создания команды рождается всей проблемой. Кто понял? А теперь честно признайтесь, что у вас проблемы только приют кризис и появились? Или раньше тоже были? У кого были еще раньше тоже? Теперь получается, что кризис не каждый день. Так? Он одиночный случай. А если эти проблемы повторяются, значит не надо думать, что это проблема благодаря кризису. Просто кризис их вводит наружу. Или усиливает. Это похоже, что колесо в машине, если оно там, как называется это? Дрябелька. А когда в воду поставишь, сразу видно, где у него там драйвер, где она там, паровоз или что-то. И ты утечка, где происходит воздуха, сразу найдешь. Просто кризис, это похоже на это. Вытаскиваем в воздух то, что и так, и так было у нас, но он был незаметным. Растуший рингер ошибки прощает. Внимание. Растуший рингер ошибки прощает. Если растуший рингер в его жизни не супер профессионал, все равно растуший рингер прошает ошибки. Это приобивает. такое. Он прощает ошибки, и это намного проще, легче, растушимые, которые жить. Но не всегда. Это не всегда. Дальше. Определите действия в критической ситуации. Всегда надо писать три действия, которые вы будете делать, в случае чего, если все будет плохо. Три действия, которые вы будете делать, в случае чего, если пойдет все плохо. Всегда, хотя бы надо иметь в разных направлениях и в разных параметрах, хотя бы больше трех действий, которые надо делать, и вы знали, что я буду это делать, если вдруг пойдет что-то не то. Три действия, которые надо делать. В случае чего, если вдруг пойдет все плохо. Что я буду делать? Какие действия я буду совершать? Три действия, которые я буду делать, в случае чего, если что-то пойдет не так. Что-то, если пойдет плохо. три действия, которые вы будете делать. В случае чего? Если вдруг пойдет дело не то. И самое интересное, я бы хотел, чтобы эти три действия писали сейчас. Попробуйте думать в вашем бизнесе, в данный момент, как у вас идет на рынке кризис, три действия, которые вы должны делать в ближайшее время. Три действия, которые вам надо делать в ближайшее время, которые будут повлиять на изменения ситуации. Задать себе вопрос, что они у них делают очень хорошо? Пожалуйста, запомните. Вот это вопрос очень внимательно. Сосредоточность на ключевых в результативных областях. То есть, что вы хорошо умеете делать? Что вы делаете лучше других? Почему до настоящего момента вы добывали успеха? Вот это очень-очень важный вопрос. Вообще, период кризиса, кризис уничтожает не профессионалов, кризис уничтожает дилетантов. Дилетантов обычно же много, а дилетанты появляются, когда рынок растушит, или рынок как-то более стабильный, и так далее. А период кризиса, когда начинается, они умрут, а их недоля приходит профессионалов. Это нормально. Их недоля обычно потихонечку приходит профессионалов. И это здорово. Это наоборот хорошо. Это наоборот очень здорово даже. Вот. Поэтому надо следствием задавать свой вопрос. Что мы умеем делать хорошо? Что у нас очень хорошо получается? Что мы умеем делать лучше других, по сравнению с другими, что мы умеем делать лучше? Надо сидеть, об этом могут. Вот что хорошо умеем делать, что делим лучше других, вот на это надо концентрироваться. Потому что то, что делаете лучше других, это есть ваше конкретное преимущество. То, что у вас хорошо получается лучше других, это позволяет вам большего добиться. Это здорово, по-моему. Поэтому надо делать то, что вы хорошо умеете делать. Поэтому делите то, что у вас очень хорошо получается, тогда вы победите. Успеем писать? Если в данный момент какие-то трудности появляются в бизнесе, помните, что, скорее всего, скорее всего, вы в какой-то момент начали что-то делать по-другому, либо начали заниматься то, во что вы не профессионал. Любой момент кризис могут быть в вашей компании. Даже кризис могут быть в период, даже когда-то нормальный состояние рынка. Компании могут попасть в кассовый разрыв, компания могут в действительно недофинансирование попасть, трудности попасть. Не только в период, когда пандемия, или там валюты, инфляция и так далее. Компании могут попасть в кризис в разные ситуации, в разный период. Но именно когда это происходит, мы должны осознавать, почему это происходит. Скорее всего, в какой-то момент вы начали делать то, во что вы не профессионал. Во что это не ваша область. Во что это то, что в другую сторону отвез вас. И так далее. На самом деле, надо делать то, что хорошо у тебя получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова